всем привет с вами ваш переводчик асулхан и сегодня у нас федо сикаро это музыкальный блогер из аргентины он один из самых популярных реакторов реакционеров на моем канале и один из самых быстроговорящих реакторов на всем ю тубе сегодня мы сделаем реакцию на артиста на которого давно не делали реакции многие из вас писали комментарии под видео чтобы я сделал эту реакцию даже из канал на русском языке который переозвучил две мои реакции на этого артиста сегодня у нас гостях артист на которого мы сделаем реакцию и анализ это великий с песней как я понял это кавер давайте посмотрим что на этот раз придумает димаш все мы знаем что у него широченный диапазон поэтому я буду параллельно стучать по пианино чтобы понять какие ноты он берет все я закрываю свой пулемет ой то есть рот и мы начинаем а где звук а все мы за он еще играет на пианино ну ёптыгдык серьезно димаш может все вот все он может петь низко может петь высоко играть на пианино вышивать крестиком ну а почему бы нет и здесь он еще поет на английском пока очень низко очень низко вот он пел и я сказал что он поет низко и походу ему это не понравилось и он прыгнул на 3 октавы вверх точно не знаю но не меньше но это было вот так и потом он взлетает не знаю на сколько октав но мы же понимаете сумасшедший дом как я понял это реалити-шоу какое-то азиатское шоу я так говорю потому что там написано сингер возможно это какая-то тв-программа как нарастает его голос знаете что я только что понял каждый раз он выделяет в слоге вот эти гласные и звучание становится таким оперным выходит что с помощью этих слогов у него получается такой голос вот послушайте это еще раз и обратите внимание послушайте двумя наушниками эту красотень и обратите внимание на то что я вам сказал каждый его слог выделяется больше чем другой вот здесь вот здесь вот здесь И все люди уже ожидают это. У Димаша всегда вот так. Я это обожаю. И я понимаю, что он сверхталантлив. Но музыка почти всегда одна и та же. Одинаковый музыкальный стиль. Он начинает медленно, а потом взрывает песню. Там всегда оркестр. Как будто он боится выйти из зоны комфорта. Да, у Димаша широкий диапазон. Но он всегда поет в одном жанре. Или, может, это я чего-то там не слышал. Просто одинаковый музыкальный жанр. Мне кажется, там поменялось звучание. Так-так, здесь уже становится очень жарко. Димаш задействует все больше регистров. Он поднимается все выше и выше. И мне кажется, самое время понять, какую же ноту он берет. Это, кажется, была нота Ре. Или выше. Он выдал нам ноту Ре-5. Ре-5. Слава богу, эта нота пока есть на пианино. Это крайне высокая нота. Хотя и не самая высокая, которую мы от него слышали. Вроде бы самая высокая была Ре-6 или Ре-8. Я уже не помню. Но и это уже чистое безумие, потому что он вытащил ее своим грудным голосом. Давайте продолжим. Что у нас тут еще будет? Посмотрите, как широко он раскрывает рот, когда швыряет этими нотами. Его рот всегда открыт. И это вокальная техника. Каждый раз, когда он берет ноту, он очень широко раскрывает рот. Что бы это ни было, это ему очень сильно помогает. Вот откуда звук. Это была долгоиграющая нота Ре-5. Не больше, не меньше. Нота Ре-5. А пуппеть. Так он еще и держал ее столько. Все. Добрый вечер. Это просто бешеная нота. И ему этого мало. Мало. Все. Вызывайте врача. Успокойся, Димаш. Он начал с ноты Ре-5. Потом он заехал за нотой. Ми-5. И конечная остановка. Это нота Фа-5. То есть он поменял несколько тонов в пятой октаве пианино. Нота Ре-5. Нота Ре-Диез-5. Нота Ми-5. И нота Фа-5. Впечатляюще. Впечатляюще. Я вообще сижу здесь за компьютером, и у меня сейчас сердце лопнет. Вот это шоу. Субтитры сделал DimaTorzok Окей-окей, он всё ещё остаётся внутри этих трёх нот. Просто он спел чуть ниже. Вот в этом моменте. Я не знаю слов, но как смог, так и спел. Что-то такое. Вот что он сделал. И это на пятой октаве пианино. Давайте послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет-нет-нет, только не эта нота. Только не эта нота. Это нота Ре-6. Он закончил песню с нотой Ре-6. Это то, о чём я говорил. Он инопланетянин. Закончить песню с нотой Ре-6. Вот это было обязательно, Димаш? Теперь же все будут лялякать. Он закончил песню с нотой Ре-6. Давайте послушаем ещё раз. Хлопаем, ёппэрэсэте. Это было отлично. Это было сумасшествие. Я не знаю, что они говорят, но, видимо, уже поздравляют его. Он всегда так благодарен публике. Он отдал там всё. Буквально всё. Падал там на колени. Выкинул свой наушник. Осталось только деньги раскидать. Не обращайте внимания. Я уже гоню. Моё уважение, Димаш. Это было, как всегда, офигительнейшее выступление. Всем спасибо за внимание. Спасибо за поддержку, которую вы оказываете каналу. Перед Новым годом я хочу сделать трансляцию. Все подробности будут в записи сообщества канала. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова